Наращенные ногти давно уже перестали быть новинкой и перешли в разряд обычных, а для многих девушек, даже привычных косметических процедур. Это действительно очень удобно, в ряде случаев даже необходимо, когда нет времени на регулярный маникюр или собственные ногти не растут в длину из-за ломкости. Если по роду профессиональной деятельности ваши руки все время на виду или просто чувство стиля не позволяет терпеть неидеальное состояние ногтей, наращивание гелем запросто решит эти и многие. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Другие проблемы. Но есть у него и недостатки. Помимо влияния на натуральные ногти, о котором мы вскоре поговорим, это цена наращивания ногтей. Стоимость процедуры включает в себя расходные материалы, амортизацию оборудования и работу мастера. Так, может быть, можно наращивать ногти гелем в домашних условиях. Это сэкономило бы и деньги, и время. В принципе, это вполне выполнимая задача. Поскольку делать маникюр дома не хуже, чем в салоне, мы давно научились, то пора узнать, как самостоятельно нарастить ногти гелем, без помощи мастера. Энтен Пепеп. Гелевое наращивание ногтей. Можно ли нарастить ногти гелем дома самостоятельно? Наращивают ногти не так уж давно, всего лишь в 60-70-х гг, прошлого века. Но за это время наращивание ногтей стало просто палочкой-выручалочкой и незаменимой процедурой для всех, кому необходимо исправить дефекты или быстро удлинить ногти. И хотя первым материалом, который использовали для наращивания ногтей, был акрил, сегодня вместо него все чаще выбирают специальный гель. Особенно в том случае, если речь идет о наращивании ногтей в домашних условиях. Чем гель для ногтей отличается от акрила? И как лучше наращивать ногти? Гелем или акрилом? Чтобы ответить на эти вопросы, ознакомьтесь с особенностями геля для ногтей, наращенные гелем ногти. Имеют глянцевый блеск, это красиво и позволяет не покрывать их дополнительно лаком. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Гелевые ногти после застывания материала, сохраняют больше эластичности, чем акриловые, а это снижает риск их повреждения вместе с натуральной ногтевой пластиной, к которой они крепятся. По той же причине, то есть благодаря своей эластичности, гелем наращенные ногти желательнее для людей с мягкими и хрупкими от природы ногтями, потому что лучше держатся и меньше травмируют. Их. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Во время наращивания ногтей гелем сырой материал не имеет сильного запаха, в отличие от акрила, от резкого запаха которого может даже разболеться голова. Наращенным ногтям можно придать любую форму и получить, наконец, такой маникюр, о котором вы так давно мечтали, с разочарованием в виде собственной сломавшейся ноготь. А кроме прочности, красоты и защиты от механических повреждений, наращенные ногти необходимы мастерам маникюра для того, чтобы на их обширной поверхности демонстрировать свое искусство. Но можно ли непрофессионалу нарастить ногти в домашних условиях? Сегодня это стало вполне возможным, но придется раздобыть необходимый набор инструментов для наращивания ногтей. Набор. Для наращивания ногтей ультрафиолетовая лампа – главный агрегат, под действием которого мягкий гель превращается в твердые и прочные ногти. Форма для наращивания ногтей, с их помощью сырой материал выкладывается в нужном количестве и формируется по размеру ногтевой пластины. Сделаны из фольги наклейкой бумажной основе. Щеточка для снятия излишков. Ультрафиолетовый гель для ногтей, часто его называют просто Уфгель, продается в небольших баночках, может быть любого цвета. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Для наращивания в домашних условиях вам будет достаточно прозрачного или бледно-розового геля. Праймер – средство для лучшего сцепления геля с ногтевой пластиной. По сути, может быть заменен любым обезжиривателем. Кисточка для нанесения геля, ею вы будете выкладывать материал на бумажную форму основу. Пилочки для ногтей, одна помягче для натуральных, и вторая потверже для наращенных гелем. Спирт – обезжириватель для ногтей. Озвучено Яндекс Спичкит. Полировальный брусок для ногтей, нужен для придания гладкости натуральным ногтям и может пригодиться для доведения наращенных ногтей до идеала. Салфетки и другие материалы, облегчающие работу и делающие результат более аккуратным. Стандартный маникюрный набор для натуральных ногтей. На первый взгляд может показаться, что наращивание ногтей дома – слишком затратное дело. Но с другой стороны, инструменты покупаются только один раз, а затем начинают отрабатывать свою стоимость. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Да и материала вам хватит надолго, расходуется он очень экономно. В конце концов, вы можете поинтересоваться возможностью купить уже не новое оборудование у мастера, который обновил свой рабочий арсенал. Или купить инструменты для наращивания ногтей в складчину с подружкой. В общем, стоит один раз потратить время на выбор и деньги на покупку всего необходимого, чтобы самостоятельно наращивать ногти гелем и приобретать опыт и сноровку в этом деле. Как правильно наращивать ногти гелем в домашних условиях, Уфгель как нельзя лучше подходит для наращивания ногтей именно новичками, потому что обладает еще одним очень ценным свойством. В процессе затвердевания он сам собой выравнивается и скрадывает небольшие огрехи работы. Но это не значит, что к наращиванию ногтей гелем можно подойти небрежно. Несмотря на такую лояльность к отсутствию у вас опыта, гель требует внимательного и аккуратного обращения. И чтобы нарастить ногти гелем в домашних условиях, нужно в точности соблюдать технологию, подготовьте свое рабочее место. Это может быть стол с ровной поверхностью, на котором вы установите Уф-лампу, и останется место для манипуляций. Есть только два обязательных, но строгих условия. Во-первых, рядом должна быть электрическая розетка или другой источник питания для лампы. Во-вторых, не должно быть доступа для прямых солнечных лучей. Второе требование обусловлено самой технологией наращивания ногтей гелем. В отличие от лака для ногтей, он не застывает просто на воздухе, но зато быстро твердеет под воздействием ультрафиолета. Соответственно, при дневном свете лак просто застынет быстрее, чем вы успеете сформировать им ногти. Подготовка ногтей к наращиванию перед началом наращивания. Подготовьте свои собственные натуральные ногти. Обрежьте их не слишком коротко, но и не оставляйте длинный выступающий край. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Придайте одинаковую длину и форму с помощью пилочки. Удалите кутикулы и при необходимости отшлифуйте ногти специальным бруском. Не оставляйте на ногтях пыльцы от спиливания, смахните ее щеточкой или салфеткой. Когда ногти приобретут одинаковую форму и аккуратный вид, их нужно будет обезжирить. Это делается для того, чтобы гель плотно приставал к ногтевой пластине и не отслаивался. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Не случайно обезжириватели для ногтей на профессиональном сленге часто называют праймерами, ведь они обеспечивают первоочередную подготовку к наращиванию. Праймер-обезжириватель в форме ручки наносится легко собственным аппликатором. Жидкий праймер из флакона придется наносить на ногти салфеткой. Используйте для этой цели только безворсовые материалы, чтобы микроскопические частички салфетки не испортили вашу работу, как говорится, на корню. Форма для наращивания к обезжиренному ногтю, приложите формочку для наращивания и подставьте ее под край ногтевой пластины. Свободные липкие края формы оберните вокруг подушечки пальца и зафиксируйте. Форма для наращивания сделана таким образом, что правильное положение на пальце сразу понятно даже непрофессионалу. Вам лишь остается следить, чтобы фольга плотно прилегала к ногтю и не образовывала отверстий. Важный момент. Фольговый шаблон обеспечивает не только форму и длину, но и положение ногтя. Если случайно вы сориентируете его не прямо или немного вниз, а кверху, то точно так же будут отопыриваться ваши будущие наращенные ногти. Поэтому сверяйте положение формочек не только взглядом сверху, но и в профиль. После прочной установки формы на ноготь, наберите кисточкой немного геля из баночки и нанесите его тонким, но сплошным слоем на ту часть формы, которая лежит на вашей ногтевой пластине. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Распределите гель равномерно, чтобы его толщина была одинаковой. Включите лампу и под ней просушите нанесенный гель. Держите ноготь под излучением в течение 30 секунд, этого времени достаточно. Снова возьмите кисточку с гелем и продолжите формирование ногти. Теперь продлите его по форме, ориентируясь на указатели ее длины. Эта сеточка послужит вам планом, чтобы впоследствии все ногти получились одинаковыми. Сушка геля включите лампу опять и держите ноготь под ней не меньше минуты, чтобы наверняка зафиксировать гель. Теперь, когда гелевый наращенный ноготь приобрел твердость, смело, но осторожно вынимайте из-под него бумажную форму. Она одноразовая, так что больше вам не понадобится. Пилочкой сгладьте неровности ногти или подкорректируйте его длину. Можно сделать это сразу или после того, как нарастите все ногти. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Озвучено Яндекс Спичкит. Второй вариант даже предпочтительнее, потому что позволяет подогнать все ногти под один вид и сделать их идеально симметричными. Если в процессе наращивания испачкалась кожа на пальцах, очистите ее и удалите все недостатки работы. Но учтите, что гель твердеет сразу же, и после окончания обработки лампой кардинально исправить форму невозможно. Наращенные гелем ногти можно красить, рисовать на них и украшать декоративными элементами. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Профессионалы маникюра умеют сразу же выкладывать ноготь из двух и более видов разноцветного лака, чтобы добиться эффекта френч и других дизайнерских приемов. В домашних условиях это не обязательно, достаточно аккуратно нарастить и при желании окрасить ногти. Как видите, в самостоятельном наращивании ногтей нет ничего невыполнимого, но все же не стоит нарушать правила, которых придерживаются все мастера. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Этих правил немного, но они важны. Нельзя наращивать ногти во время месячных, беременности, кормлении грудью, приеме антибиотиков и гормональных препаратов. Иначе результат и влияние на здоровье могут быть непредсказуемыми. Наращенные гелем ногти будут держать прочно, если вы соблюдали технологию и при носке обращаетесь с ними достаточно бережно. Но через некоторое время, которое зависит от скорости роста ваших собственных ногтей, придется сделать коррекцию. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Делать ее дома самостоятельно или обратиться к мастеру, решать вам. Но теперь вы точно знаете, как наращивать ногти гелем в домашних условиях, так что и с коррекцией наверняка справитесь. Удачи вам и отличного результата. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.